Продолжаем подробный разбор задач единого государственного экзамена по математике типа B1 с B1 по B15 и сейчас мы разберем очередную задачу типа B1. Больному прописан курс лекарства, которое нужно пить по 0,5 грамм 3 раза в день в течение 3 недель. В одной упаковке содержится 10 таблеток по 0,5 грамм. Какого наименьшего количества упаковок хватит на весь курс? Давайте запишем коротко условия. Нам необходимо выпить по 0,5 грамм принимать 3 раза в день, умножить на 3. Далее, и в течение 3 недель. То есть мы умножаем на 3, но в неделе 7 дней, поэтому надо еще умножить на 7 дней. Почему? Потому что вот это количество в день, а количество дней как найти? Надо не забыть, что в неделе 7 дней, значит получается 3 недели по 7 дней. Получается 3 умножить на 7. То есть вот это и есть весь наш курс. То есть вот это общее количество в граммах нашего курса лечения. Теперь давайте запишем, что еще нам известно по условию. По условию нам известно, что в одной упаковке содержится 10 таблеток, каждая таблетка по 0,5 грамм. То есть мы должны записать, что во-первых 0,5 грамм это одна таблетка, соответствует одной таблетке, то есть равно одной таблетке. И кроме этого мы должны записать, что в упаковке содержится 10 таблеток. То есть мы запишем это следующим образом. То есть одна упаковка это 10 таблеток. 10 таблеток. Какого наименьшего количества упаковок хватит на весь курс? Теперь давайте вернемся к общему количеству лекарства, необходимому на весь курс лечения. То есть это будет 0,5 грамм умножить на 3. Давайте я, наверное, еще раз это количество перепишу и будем уже его далее преобразовывать, считать. То есть 0,5 грамм умножить на 3 умножить на 3 умножить на 7. Далее. Нам известно, что одна таблетка это 0,5 грамм. То есть вот посмотрите, 0,5 грамм нам известно. Это как раз и есть одна таблетка. Это значит вместо 0,5 грамм мы можем подставить одну таблетку. Почему? Потому что 0,5 грамм это как раз и есть одна таблетка. Это соответствует одной таблетке. Это значит, что я могу записать вместо первого сомножителя одну таблетку, то есть одна таблетка. И умножить на произведение этих чисел. То есть что у нас получается? Трижды 3, 9. Трижды 3, 9. И 7, 9, 63. 9, 7, 63. То есть получается, одну таблетку мы должны умножить на 63. Получается 63 таблетки. А теперь давайте посмотрим, сколько это упаковок. То есть 10 таблеток это одна упаковка. Поэтому нам нужно сначала выделить количество вот этих упаковок по 10 таблеток в числе 63. Как это сделать? Можно записать для начала 63 таблетки следующим образом. То есть мы можем записать так. 63 мы представим как 60 плюс 3. То есть 60. Давайте я сразу буду писать 60 таблеток. Плюс 3 таблетки. Что такое 60 таблеток? 60 таблеток это 6 раз по 10. 6 умножить на 10 как раз будет 60. То есть 6 умножить на 10 таблеток. Да плюс еще 3 таблетки пока перепишем. Теперь посмотрите. У нас получилось 6 раз по 10 таблеток. Но что такое 10 таблеток? 10 таблеток это как раз и есть одна упаковка. Значит мы сейчас вместо вот этих 10 таблеток можем записать одна упаковка. Таким образом у нас получится, что 6 нужно умножить, а вместо 10 таблеток мы записываем одна упаковка. То есть 6 умножить на одну упаковку. Плюс. Теперь посмотрите. У нас еще 3 таблетки. Но 3 таблетки нам никто без упаковки не продаст. Поэтому придется из-за вот этих 3 таблеток покупать еще одну упаковку. Целую упаковку. Поэтому мы вместо 3 таблеток добавим еще одну упаковку. Получается 6 по 1 6 упаковок. Да плюс еще одна упаковка. Получается 7 упаковок. Пишем 7 упаковок. Вот как раз это число 7 как раз и является наименьшим числом упаковок. Почему в ответ необходимо записать число 7? Потому что, давайте я сразу запишу. Почему? Потому что, конечно, мы могли бы купить и 10 упаковок. Вместо 7 мы могли бы купить 10. Разве 10 не хватило бы нам? Хватило бы. Но нам нужно наименьшее количество. А наименьшее, которое бы нам хватило, это 7. То есть не 10, не 15, а именно 7. В ответ мы запишем число 7. Задача решена. Продолжение следует... Продолжение следует...